Рабочий график у ребят расписан полностью. Время отводится, как положено по трудовому кодексу, от 4 до 8 часов. Фронт работ тоже меняется. Первый день, когда я сюда пришел, мне дали большую площадку. Надо было выдрать все дубанчики. Это было очень сложно, их было очень много. Ну и до конца рабочего дня я их всех выдирал. Потом красил, белил и вновь у клумбы. Так 14-летний Ролан решил провести время в каникулы. Говорит, все равно делать нечего. Во дворе скучно, дома только компьютер. А вот что делать с честно заработанными, еще не определился. Пусть лежат на будущее, потом пригодятся. Сейчас зачем их тратить? Мне, в принципе, и так всего хватает. Внутри здания тоже много дел. В основном это побелка, покраска. Предварительно, конечно, все очистить и помыть. Некоторые из ребят работают здесь не первый год. У нас очень часто так бывает, что ребенок, который отработал в этом году, он обязательно заявится в следующем. Ему очень нравится у нас. Мы как-то находим вообще язык. Они хорошо работают. Мы их тут учим много. Мы девочек полымать как следует. Мальчиков тоже мужские дела. И сделаются тут хорошо. За четырехчасовой рабочий день школьники заработают до четырех с половиной тысяч рублей. Купить ничего не хочу. Просто, чтобы деньги были. Средства выделили из местного бюджета. И от центра занятости населения каждый получит еще плюс 800 рублей. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.